Добрый день, это Адмирал Маркетс, меня зовут Лембиту. Открыть сделку на тесте уровня – это один из самых эффективных способов входа в сделку. Но для того, чтобы сделать все правильно, необходимо знать несколько простых правил, которые, возможно, знают и немногие. И в первой части встречи подробно разберем технологию входа на тесте уровня. Покажу на схемах, как открывать сделки, где выставлять стоп и на что обращать особое внимание. А во второй части – на практических примерах закрепим материал. Примеры будут в виде теста, так что вы сможете не только посмотреть примеры, но и проверить, как поняли тему. Для теста вам понадобится только бумага и ручка, в конце занятия подведем итоги теста. Те, кто захочет глубже познакомиться с темой занятия, могут скачать эту презентацию из группы ВКонтакте «Учимся зарабатывать на бирже». Для этого переходите по ссылке в описании к видео. Также в группе есть много материалов по трейдингу в свободном доступе. Что такое тест уровня? Тест уровня возникает в тот момент, когда цена подходит к уровню и после касания отскакивает. Это очень напоминает, когда мячик ударяется о стенку. Понимая, где находится уровень, мы при определенных условиях рассчитываем на отскок от этого уровня. Знание места отскока дает нам серьезное преимущество. Мы покупаем или продаем финансовый актив с минимальным риском, потому что в точке касания риск минимален. Может ли цена, коснувшись уровня, продолжить движение и закрыть сделку по убытку? Ну да, конечно может. Но сегодня я расскажу о правилах, которые позволят склонить чашу вероятности в вашу сторону. Это не значит, что теперь каждая сделка на тесте будет прибыльной. Но, соблюдая эти несложные правила, прибыльных сделок будет больше. Посмотрим, что это за правило? Первая группа правил – направление входа в зависимости от тренда. Если входите на тесте уровня, то обязательно учитывайте текущий тренд. На росте открываете длинные сделки. А на снижении – короткие. Казалось бы, что может быть проще – работать по тренду? Но не спешите. Во время теста вы убедитесь, что это очень даже нетривиальная задача. Вы спросите, хорошо, с трендом все понятно, а что делать в боковике? Если вы в трейдинге новичок, то не стоит торговать в боковом движении, так как оно требует от вас быстрой реакции и хорошего понимания текущей ситуации. Но если вы опытный трейдер, то в боковом движении можно входить как в покупку, так и продажу. Главное, вход должен быть от крайних границ боковика. Если понимаете, как определить границы боковика, значит вы точно не новичок. Вторая группа правил – принципы входа. Если движение волатильное и, скорее всего, цена быстро уйдет от уровня, можно для входа использовать заявку на опережение. Как это делается? На подходе к уровню выставляете лимитную заявку, и если цена ее заденет, то сделка будет открыта. Стоп выставляем за уровень. Это хороший вариант для входа, но есть еще, позволяющий войти с большей вероятностью прибыли. Это вход, когда мы видим затухание движения перед уровнем. То есть видим подтверждение того, что уровень рабочий. Это более надежный способ, но подтверждение бывает реже. Для того, чтобы войти таким образом в сделку, нужно увидеть затухание движения. Выставить лимитную заявку и после входа установить стоп-лосс за уровень. Не всегда цена ходит в рамках уровня. Бывает, что происходит пробой. Как в таком случае войти, не попав в ловушку? Для этого используйте третий принцип. Принцип входа на ложном пробое. Когда цена пробила уровень, входить за уровнем неразумно. Для таких случаев лучше всего использовать стоп-лимитные заявки. Бай стоп или сел стоп. Для входа выставляете заявку за хай или лоу свечи, пробивший уровень. Смотрите, как это показано на слайде. Если цена возвращается, то она цепляет заявку и сделка открывается. Теперь, используя эти три правила, создадим несколько очень эффективных точек входа. Это универсальный принцип, так что вы можете не ограничиваться этими точками входа, а разработать свои. А пока посмотрим, что предлагаю я. Первая точка входа – двойное касание. Цена коснулась уровня, после чего выставляете заявку. На опережение. Стоп-лосс размещаете за уровнем с небольшим отступом, так чтобы цена случайно его не зацепила. Очень полезная точка входа и сегодня в тесте ее не раз увидите. Вторая точка входа – остановка на уровне. Обычно это две-три свечи с небольшим диапазоном. После того, как на уровне сформировалось две-три свечки, выставляете лимитную заявку для входа. Стоп размещаете за уровнем. Третья точка входа – учитывает ложный пробой. Это очень сильный вариант для входа, так что если цена вернулась под уровень в направлении тренда, то движение может быть сильным за счет попавших в ловушку трейдеров. В отличие от прошлых паттернов, здесь стоп лучше всего ставить за свечу пробившую уровень, как это показано на слайде. Прежде чем перейдем к тесту, важное уточнение. При входе всегда оценивайте потенциал прибыли к риску и открывайте сделку только если он не менее двух. А теперь, если вы усвоили теорию, перейдем к тесту, чтобы закрепить материал на настоящих графиках. Для прохождения теста понадобится только лист бумаги и ручка. На выполнение каждого из десяти упражнений у вас будет примерно 7 секунд. Тест можно пройти в режиме норма. Верный ответ дает вам 1 балл, а ошибка 0. Или в режиме повышенной сложности. Верный ответ также приносит 1 балл, но за ошибку 1 балл списывается. В конце теста попрошу вас просуммировать баллы, чтобы вы могли себя оценить. Если в первый раз не получится, ничего страшного, пересмотрите ролик. На таймере делайте паузу, используйте презентацию к этому видео, чтобы презентацию скачать можно из группы ВКонтакте «Учимся зарабатывать на бирже». Также приглашаю вас принять участие в моих бесплатных вебинарах, которые проходят каждые две недели в четверг на площадке «Адмирал Маркетс». Там вы сможете задать мне свои вопросы вживую. Ссылка для регистрации в описании к этому видео. Приготовили бумагу и ручку? Отлично. Задание. Посмотрите на график и скажите, от какого уровня можно входить в сделку на тесте уровня. Если думаете, что от уровня 1, напишите на своем листочке 1. Если от 2, поставьте 2. Если все понятно, тогда начали. Если выбрали вход от первого уровня, очень хорошо поставьте себе плюс. Кстати, какую точку входа здесь можно было выбрать? Напишите в комментариях об этом. Пример 2. Задача та же. Определите, от какого уровня 1 или 2 будете входить в сделку. Приготовились. Начали. Пример простой. На восходящем движении входим в лонг от поддержки. Кто так ответил, поставьте себе плюс. Пример 3. Здесь правильно входить в продажу от сопротивления. Как думаете, какая точка входа помогла бы здесь войти? Напишите. Обратите внимание, что в данном случае покупка от поддержки практически сразу привела бы к убытку. Это и о том, как важно работать по тренду. Четвертый пример. Это как раз та ситуация, когда работаем от границ боковика. Здесь я вам упростил задачу, определив границы. В реальности придется строить их самим, а эта задача усложнит в разы. Как вы думаете, можно было, войдя в шорт, оба раза обоснованно закрыться в плюс? Подумайте и напишите в комментариях, как это сделать. Пятый пример. В данном случае входить по максимуму в шорт – грубая ошибка. Правильный ответ – лонг от первого уровня. Как думаете, какая точка входа подошла бы здесь? Шестой пример. Вы, наверное, обратили внимание, что для входа на тесте уровня – ключевой навык построения уровней. В данном случае определение уровня и тренда помогло войти в хороший тренд. Кто ответил вход в лонг от уровня 1, поставьте себе плюс 1. Седьмой пример. Он сложнее, чем обычно, поэтому будьте внимательны. Пример не прост тем, что в данном случае нельзя сказать однозначно. Тренд нисходящий, потому что цена начала формировать разворот и можно было предположить начало восходящего движения. Но также и ожидать возвращения тренда вниз. Так что в данном случае, на мой взгляд, верны оба варианта для обхода. Кто обосновал первый и второй вариант – поставьте себе за каждый по одному баллу. Восьмой пример. Это простой пример, кто сказал тренд вверх, покажу в лонг, поставьте себе плюс. Пример девять. Какую точку входа в данном случае стали бы использовать? Кто сказал двойное касание или остановка на уровне, поставьте себе дополнительно еще плюс один. Вы молодцы. Друзья, мы на финише. Десятый пример. Да, тут тоже стоило входить в шорт от уровня. Как думаете, можно было войти в лонг и избежать ловушки? Напишите свои мысли об этом в комментариях. А сейчас просуммируйте баллы, потому что будем подводить итоги. И помните о рисках для вашего капитала на финансовых рынках. Если вы набрали 3 балла или меньше, сделайте паузу и пересмотрите ролик. Скорее всего, вы спешили и не дали себе времени подумать. Если вы набрали от 4 до 7 баллов – неплохо, но можно все еще внимательно проработать. У вас есть хороший запас для дальнейшего роста. Если ваш результат в пределах от 8 до 10 – это хорошо, но его можно значительно улучшить. И если вы набрали 11 баллов и выше, поздравляю, это отличный результат. Попробуйте его закрепить и улучшить, сделав скрины из своих графиков. Или скачайте презентацию из группы ВКонтакте «Учимся зарабатывать на бирже». И на графиках сделайте упражнения на время. Друзья, если вам понравился материал, ставьте лайк, поделитесь им в соцсетях, напишите комментарий, расскажите, сколько баллов вы набрали в тесте с первого раза, подписывайтесь на канал Admiral Markets и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем спасибо и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok